Ильдар Дадин 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 Потом заново начинали ломать этими наручниками, вытягивать сильно, давя на запястье. Потом, когда связали и понесли меня в свою машину, по пути говорили, сейчас мы тебя там начнем. Ты думаешь, что это все, сейчас мы тебя избивать начнем. Несли так, что смеялись, когда мимо ступенек, сейчас мы тебя выроним, ты лицом об эти уголы разобьешься. Также, когда вот уже донесли до этой машины, бросили жестко там на койку и начали, издевались, что сейчас ты... Я не представлялся в протест того, что меня ограбили на телефон, элементарные права по юридической помощи и по звонку не выполняют. Пока что это не выполнят, я отказывался представляться. Говорят, раз ты неизвестный, но сейчас мы тебя в крематоре для бомжей отвезем, и никто о тебе не знает и волноваться не будет. То есть вам угрожали даже так? Да, они в открытую, это не просто фашисты, ОВД Китай-город, которые, может, быстро чуть попоминают и все, дальше не боятся. Они знали, что это будет безнаказанно, знали, что когда они меня там душили, ломали запястья, плечи выворачивали, жестко стянули веревкой, так что здесь толком не видно, но вот очень было больно в этих местах, потому что очень туго перетягивали, и приходилось постоянно руки как-то массировать, чтобы не немели. Вот, и пели петеньки, ничего на свете лучше нет, например, чем долбить костетом по черепу, чего-то там, ну, не помню. Чурка, ты, гандо, извиняюсь, там были разные матерные слова. Просто в открытую, и чувствуется, что от петых, от морозков набирают санитары психушки, задача которых абсолютно безнаказанно издеваться над людьми. А в какую клинику вас привезли? На Ганнушкино, как мне сказали, когда меня сегодня забирали, что это психушка на Ганнушкино. И каким образом вам удалось оттуда вырваться? Вырваться только, наверное, благодаря тому, что люди подняли шум, во-первых. За вами приехали, да? За мной приехали, хотя я требовал права на звонок. Мне сказали, что у меня такого права нет, сам заведующий, если хочет позвонить. В итоге она все-таки позвонила, ну и вот за это спасибо все-таки она позвонила моей матери и сообщила о том, где я, что если родственники приедут, то могут меня забрать. Но перед этим у меня с двух часов ночи до восьми утра, шесть часов абсолютно не единого человека. У меня были доказательства вот на видео, если бы они, кстати, карту памяти извлекли из телефона и украли, естественно, потому что, чтобы скрыть свое преступление. Сейчас я чуть сбился. Абсолютно не единого человека, когда меня туда привезли. Привязали кровати, распяли вот на... растянули руки, ноги. И шесть часов в таком положении не повернулся ничего. С туго связанными опять руками и ногами опять приходилось массировать, чтобы как-то кровь циркулировала. Скажите, пожалуйста, после всего произошедшего вы продолжите свою активную гражданскую деятельность? Продолжу, потому что, зная то, что вот такие вещи, до мой взгляд, это страшнее, чем тюрьма, как мне кажется. Что могут абсолютно бесправный человек. И мне там вкололи, когда я был связан, и не мог сопротивляться вот этот вот транквилизатор против моей воли. Потому что, из чего вдруг меня невиновного человека обкалывать какой-то дрянью, от которой, если я обкалываю периодически, необоротимые последствия могут начаться. Вот. Я не понимал, почему вы, у вас нет ни одного доказательства, что они адекватные или бешеные, почему вы меня привязали и обкалываете. Скажите, пожалуйста, вы в суд будете подавать? Я бы очень хотел это дело и подать в суд, и по максимуму что-то сделать. Потому что чувствуется, что они так озвереют от полного чувства безнаказанности. Скажите, а вы побои сняли уже? Побои я еще не снимал. И думаю, что надо этим заняться. Спасибо вам большое. Удачи вам, здоровья. Итак, наша страна до сих пор чего-то боится, хотя уже находится по самую макушку в фашизме. Думайте над этим и смотрите «Политвестник». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok